Галочка или птичка Очень часто эту пометку ставят в плане или ином отчетном документе, как свидетельство о выполнении каких-то задач, завершении каких-либо работ. Выражение «делать что-то для галочки» или «ради галочки» в русской разговорной речи приобрело значение «действовать только для создания видимости», «имитировать деятельность ради формальной отчетности». Это выражение содержит ярко выраженную отрицательную оценку обозначаемого действия. Выражение возникло еще в 30-х годах прошлого века, но массово употребляться стало с 1960-х. Так известный актер Борис Бабочкин, легендарный исполнитель роли Чапаева, в своем дневнике 20 февраля 1967 года писал «Утром в ударнике выступал для школьников маленьких. Никому это не нужно, кроме устроителей. Все для галочки». Значительно более давнюю историю имеет литературный синоним этого разговорного выражения – фразы для проформы. Существительная проформа образована от латинского словосочетания – предлога «про», «ради» и существительного формы. Его значение – внешняя формальность без какого-нибудь внутреннего содержания, видимости. Степан Жахарев, русский писатель и драматург, писал в своих записках еще в 1806 году. Теперь эта должность упразднена, и он для проформы переименован «смотрители Зимнего дворца» составлением при нем всего жалования и содержания. Итак, в официальной речи мы рекомендуем вам использовать выражение для проформы, а вот для речи разговорной подойдет более экспрессивное для галочки. Русский язык – великий, могучий и эффективный.